Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть. У меня вы можете найти очень много интересных рецептов куличей. И сегодня предлагаю еще один. Делается он на основе концентрата сухого киселя. За счет содержания крахмала кулич получается с очень интересной структурой. Он понравится тем, кто любит плотные куличи. Но при том, что мякиш плотный, он получается рассыпчатым. Концентрат лучше брать красный, розовый или желтый. Иначе кисель, например, с черной смородиной или лесными ягодами может дать некрасивый цвет. Список ингредиентов будет под описанием. Итак, в миску раскрошила свежие дрожжи, добавляю несколько столовых ложек муки от общего количества, столовую ложку сахара и подогретое молоко. Хорошенько размешаю, накрою и оставлю в теплом месте на 25 минут. К яйцам комнатной температуры добавлю еще немного сахара по вкусу. Соль, растопленное и остывшее сливочное масло и так называемый сухой кисель. Я беру вишневый. Предварительно его нужно сделать рассыпчатым, любым удобным для вас способом. Я это делаю просто руками. Примерно столовую ложку оставлю для глазури. Все хорошенько размешиваю и добавляю готовую опару. Опять все тщательно размешиваю до исчезновения всяческих комочков и, добавляя муку, замешу тесто. Когда тесто будет готово, вымешиваю прямо ложкой в течение нескольких минут. Оно должно получиться таким, не очень густым. После этого тесто накрою и оставлю в теплом месте на полтора часа. После этого добавляю предварительно промытую и обсушенную вяленую клюкву. Можно взять вишню. Размешаю, тем самым обминая тесто. Раскладываю по формочкам. Я беру две формы диаметром 13,5 см и высотой 9,5 см. Разумеется, подойдут любые другие формы, только помните, что тесто в них должно быть не больше половины. Накрою и оставлю еще минут на 35-40. После этого отправлю в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Вы ориентируйтесь по своей духовке и на размеры кулича. На готовность проверяйте деревянной шпажкой. Хорошо остывшие куличи можно украсить по желанию. Я делаю желатиновую глазурь. Ссылочку на рецепт вы сейчас видите в правом верхнем углу. Только в данном случае 20 граммов сахара я заменяю концентратом киселя. Ну вот, посмотрите, у него такой плотный мякиш по типу хлебного, но при этом он очень нежный и, как я уже говорила, рассыпчатый. Разумеется, вкус кулича определяет вкус концентрата, который вы взяли. У меня он получается в меру сладким и с легкой кислинкой. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие не менее интересные рецепты куличей. Например, кулич с белковой начинкой с добавлением того же концентрата сухого киселя или полосатый кулич или кулич с карамельным вкусом, а также много других. Желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!